Это не классический китайский бросок. То, что мы с этой змейки сюда зашли, так плотно. Наша плотность позволяет таз человека выдергивать. Даже вот я кидал, так лучше травмировать травмированные поясницы. Им сейчас жало, что ему тяжело, но, видимо, травма травмировалась. Но я не мог зайти на походить, нормально дернуть, подсадить. Мне было тяжело, хотя я им кидал. А здесь, как я отражу, вот так. Смотрите, как я могу подсадить. Имеется очень маленькую амплитуду на первой части. Но на самом деле она должна быть мучительной. То есть у вас должна работать вторая травма. Когда вы чувствуете, я подбил всех. Все мое движение сводилось к тому, чтобы... Есть в дзюдо совершенно не действующая бросок. Вот там сдают какой-нибудь на коричневый пояс, я не знаю. Когда вы заходите сюда, и человека кидаете таким образом. Почему не действующие? Как и Тамара Галевича, как еще некоторые броски. Они есть в гоке-уазах. Но ни один вменяемый в своем уме, в доброй памяти, спортсмен, старший второго юношеского разряда, просто не даст подойти до него. Ну, решительно. То есть, понимаете, в нем предполагается вход, что человек стоит, а я подбежал. Ну, это, конечно, здорово, но он малореалистичный. Здесь же у нас была борьба с захватом. Кумиката вот сейчас так, которая нам позволяет это сделать. То есть, пуп, я зашел сюда, взял здесь захват. И вот здесь все движение вот туда. Вот эта рука очень важна. Если она не будет работать, я дерну только этой рукой вставаю, человека-то нога зацепится за мат. Фу! Вот движение должно быть какое-то. Фу! Я должен его высадить, он должен полететь. От таза и комбинация с этой рукой зависит, залетит ли дальняя нога. Поэтому ей вы регулируете. Вот сейчас давайте мы еще чуть-чуть доработаем этот прием, и вы ей порегулируете, будете следить за той ногой, отрывается ли она от земли или нет. То есть, чем вы, зарядили вы этот бросок или не дотянули вы этот бросок. Хорошо? Давайте еще буквально по пять разиков. Все, раз-два!